Круглый стол стал последним испытанием для участников конкурса «Педагог года-2019». Прежде чем приступить к профессиональной дискуссии, учителя договорились о ее правилах. Говорить не шаблонами, а именно выражать свои мысли. Честно, право и шаблон. Озвучивая некоторые тезисы, приводить к ним обоснование, чтобы тезис не повис в воздухе. Современный учитель должен не только учить. Воспитание детей не менее важно. Камертоном в этих вопросах для многих служит педагогический опыт классика. Лев Толстой не только писал книжки, но и преподавал в сельской школе. И здесь я соглашусь с мнением Льва Николаевича Толстого, который говорит, нет величия там, где нет простоты и добра. Лев Толстой, однако, не имел дела с современными подростками. Поэтому педагогам 21 века приходится изобретать новые методы воспитания нового поколения. Профессионалы называют их «поколением Z». Основным вопросом идет общение с поколением Z, с современным поколением молодежи. Какие требования они предъявляют к педагогическим работникам, как педагогические работники на сегодняшний день должны перестроиться в меняющемся мире. Если верить самим учителям, дискуссия получилась интересной. Но чьи аргументы оказались самыми убедительными, определит судейская коллегия конкурса. Имя лучшего педагога 2019 года назовут в понедельник, 18 ноября. Андрей Валикжанин, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Поставили перед нами.